Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел бы с вами вот о чем поговорить, типология личности в тренерской деятельности. То есть, смотрите, когда вы тренируете какого-то своего клиента, какие моменты вы должны учитывать, особенно если вы недавно работаете тренером, с точки зрения психологии. То есть, мы не будем совершенно вдаваться в физиологию, анатомию, там, еще чего-то, только в психологию. Работаю я тренером уже достаточно давно, но, наверное, общий стаж будет уже скоро около 7 лет, поэтому, соответственно, эти фишки применяю и прям гарантирую вам, что с клиентами у вас пойдет гораздо лучше. Ну что же, давайте прям быстренько-быстренько основные тезисы. Если вы тренируете истероиды, о том, кто это такие, можете смотреть мои видео в подсказочках, они будут всплывать. У истероида потребность в демонстрации. Соответственно, чтобы он, во-первых, оценил как можно больше вас как специалиста, первое, вам нужно его хвалить. Второе, вам нужно дать истероиду какой-то короткий результат, потому что истероидная психика, она достаточно слабая. И, соответственно, чтобы он не разочаровался, не ушел раньше времени, нужно давать какие-то короткие цели, максимально короткие цели. И, соответственно, допустим, что еще? Если он сразу, к примеру, пришел и начнет набирать мышечную массу, и даже будет озвучивать вам, что вот он хочет набрать большую мышечную массу, скорее всего, он в этом может не увидеть результат, потому что на фотографиях это все может выглядеть не так, как он себе это представляет. Поэтому истероидам крайне важно стараться, чтобы они набирали чуть почище, чтобы они видели вот эти вот свои мышцы, чтобы они хоть как-то чуть-чуть были подчеркнуты. Ну и, конечно же, для них лучше всего все равно будет подходить такой тренинг, который будет их делать визуально лучше. То есть такие долгие цели, как функциональный тренинг, там, паулитинг и так далее, для них это все сложновато. Нужны какие-то визуальные понты. Едем дальше. Что у нас на повестке? Ну, давайте так. Как тренировать эпилептоидов? С эпилептоидами все вообще, наоборот, гораздо проще. Вот они как раз будут работать над долгопоставленными целями. Им можно объяснить ситуацию, в принципе, если вы будете все логически объяснять, и ситуацию с функциональным тренингом вы можете им объяснить, и задачи силовые, и так далее. Короче, вы можете с эпилептоидами работать как хотите. Они замечательные спортсмены. По моим наблюдениям, у них всегда конституция выражена в сторону спорта, широкая кость и так далее. То есть, это вообще такие, ребятки, молодцы на самом деле. Единственное, что он будет вас всегда контролировать, поэтому вы должны записывать его тренировки, мониторить его питание. То есть, максимально внимательно отнестись к эпилептоиду в плане тренировочного процесса. Если он увидит, что вы лукавите, он от вас уйдет. Едем дальше. Шизоиды. С шизоидами очень сложно в каком плане. У них очень богатый внутренний мир. Поэтому, скорее всего, вам придется быть тут таким психологом и очень индивидуально с ним работать, индивидуально подстроиться к нему. И, скорее всего, лучше все-таки немножечко обсудить какие-то его параллельные интересы. Потому что качалка и весь мир качалки, он приходит... Это моя большая ошибка, я долго этого не осознавал. Они приходят, им это некомфортно. То есть, когда им говоришь, там, типа, no pay, no game, и, типа, всякое такое, там, everybody, вот, что-нибудь, какие-нибудь такие вещи, там, покричать, покуражиться. То есть, это не про них. То есть, качалочку такую хардкорную они не ценят. Вот, хотя он может быть одет, там, под металлиста как-то. То есть, может быть, похож на такого вроде бы парня, который вроде будет ассоциироваться, да, с нечто подобным. Конечно, типа, въедет в тему. Но нет, на самом деле нет. Поэтому, соответственно, вам нужно как-то с ним наладить контакт на таком уровне общения. Это будет очень важно. И интересы их будут от аниме до восточной философии, могут распространяться. Поэтому смотрите сами. Нужно налаживать контакт. Нужно искать точки преткновения, в общем, с ними именно вот в таком творческом несколько плане. Следующий момент. Ну, давайте кого возьмем? С паранояльным примерно та же ситуация, как с эпилептоидом. Только если эпилептоид, он, в принципе, готов, так скажем, ну, смотрите, какая ситуация. Он будет работать даже, возможно, просто вот для работы, для поддержания некой формы, да, и по достижению, ну, каких-то поставленных целей. Но он не будет ставить слишком амбициозные цели, ну, типа, я хочу стать мистером вселенной, я хочу стать, там, похудеть на 30 килограммов. То есть, ну, он придет, он скажет, я там хочу руки, еще что-то. Паранояльный, если он загорелся этой целью, он реально будет ставить долгосрочные цели. Лучше ему поставить и короткосрочные. Вообще объяснить ему, что долгосрочные цели строятся из краткосрочных, потому что он будет пытаться форсировать достижение своей долгосрочной, вот этой цели, по моей практике, как это выглядит. Вот, ну, то есть, может быть такое. И следующее, с паранояльным, лучше, помимо того, что вы все мониторите, как и с эпилептоидом, там, вообще очень-очень грамотно подходите к тренировочному процессу, он будет это ценить, нужно давать ему как достижение короткосрочных целей, так и долгосрочных. И мы не должны скупиться на, в общем-то, инструменты по достижению этих целей. То есть, там и вмешательство в эндокринную систему, там, и, соответственно, у нас должно идти там и приемы БАДов, витаминов. Ну, то есть, полный спектр, полный, все, что вы знаете. Почему? Потому что паранояльник будет ценить только результат. Он пришел к вам за результатом, и он будет это отслеживать, он будет равняться, там, ставить себе очень высокую планку, скорее всего. То есть, поэтому, если это действительно параноял, вы провели аналитику, вы решили, все, идите до конца. И он будет с вами годами вообще. Давайте ему каждый раз достижение цели. Там, победили на соревнованиях, там, следующие соревнования, область, Москва, Питер, там, весь мир, вот, прям, это про него. Значит, следующее, кто? Паранояльник у нас был эмотивный. С эмотивными, вот какая штука, смотрите, они падки на эмоции. И многие эмотивы воспринимают, ну, как такого добряка. То есть, это очень большая ошибка. Дело в том, что эмотив, он, как бы, чувственный ко всем проявлениям, чувствовавший в понимании очень широкого этого спектра. Мы же, люди, мы же не только можем злиться, да, мы можем и любить, или, там, быть добрыми, к примеру. Вот, и вот, мне часто очень это описывают, как такого добряка. В общем, мы можем, там, страдать, мы можем веселиться, мы можем грустить. В общем, учитывайте его настроение. Оно будет каждый раз меняться. Здесь, как и с шизоидом, лучше налаживать какой-то личностный контакт. И эмотив, он, ну, вы средне его тренируете. То есть, он, если вы его будете заморачивать, как парноял на достижении цели и так далее, он это тоже не оценит. Если вы на него совсем забьете, а не несколько эмпаты, он это почувствует, забивать на него не надо. Ну, старайтесь, старайтесь как-то серединку на половинку держать, и чувствуйте его эмоции, тестируйте его как-то на эмоции. То есть, вы всегда должны, он в хорошее настроение посильнее потренируйте. В плохом настроении пришел эмотив. Не нужно его мучить, как-то сильно перетренировать и так далее. Дальше идем. Значит, эмотив был, истерик был. Нарцисс. Давайте с нарциссом обсудим. Ну, во-первых, нарцисса все равно слабая психика, несмотря на то, что он будет, любит очень как-то унижать и так далее. Он немножечко постоянно с вами сравнивается, поэтому с нарциссом, ну, даже если у вас бицепс на 60 см, больше, чем у него, у него какие-то 15 см в объеме, ни в коем случае ему это не напоминайте. Не надевайте на трениров, когда вы тренируете нарцисса, и истерика тоже, но нарцисса даже в большем числе вы можете спугнуть, да, если вы на тренировку будете, там, вы огромный качок, допустим, или там подтянутая фитоняшка, и вот у вас девочка там нарцисска тренируется, а вы все свое тело подчеркнули. Закрывайте все свое тело, он будет с вами сравниваться. Вообще, девочки никакого макияжа, самые страшные пришли на тренировку, не накрашенные, потом накраситесь перед следующей клиенткой и так далее. Все, если вы тренируете нарцисса, вы, тем более, одного пола, вы должны исключить максимальное соревнование, потому что как только он многократно поймет, что вы в чем-то лучше, в этом него, в этом него, ну, понимаете, у людей, у этих, у них отсутствует некоторый фильтр по поводу того, что всем разные, всем чем-то лучше, чем-то хуже, мы не можем быть идеальными. То есть, у них этот фильтр отсутствует или очень плохо работает, поэтому, соответственно, старайтесь маскировать вот эти вот свои плюсы, тренировать, но нужно показывать тоже результат. Вот если шизоид будет вообще возможен, ну, то есть, для него результат это не первичное такое, то здесь, соответственно, нужно все-таки показывать некий результат, потому что нарциссы, так же, как истерики, они хотят выделиться, и тоже к ним подходит вот эта постановка краткосрочных целей, и вот, чтобы он объективно видел движение этого результата. Так, 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 тревожный, у нас осталось с тревожным, тревожный будет бояться травмироваться, тревожный, вот слово тревога, все его будет беспокоить, дайте ему ощущение безопасности. И ни в коем случае не перетренировывайте, не нужно, чтобы у него что-то болело, он все равно будет загоняться, будет, всегда будет мониторить ваших конкурентов, с ними очень сложно, он может быстро соскользнуть, не оценить ваш профессионализм, поэтому просто старайтесь, в общем-то, не нагружать тревожного чем-то опасным, не повышать его тревогу на тренировках, контролируйте пульс, особенно если он в состоянии акцентуации, то есть уже есть что-то к паническим атакам близкое, его вообще это начинает беспокоить, если бывает такое, то есть люди, тревога вырастает во время высокого пульса, поэтому старайтесь контролировать пульсовую зону тревожных. Ну, на этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях, буду очень рад. Субтитры сделал DimaTorzok